Всем пламенный привет! Что-то давненько мы не летали на бобрах, и вот сегодня мы исправим это упущение и облетаем Ту-4. Последний раз на этом бобре я летал в 2016 году и тогда же сделал обзор на него. И тогда машина была прекрасна и крайне-крайне опасна для истребителей. Потом ситуация несколько менялась, но в конце концов мы пришли к тому, что сейчас Ту-4 в общем-то не страдает, но и звезд неба не хватает. То есть такой достаточно хороший бобер. В принципе таких бобров немного, как вы знаете, классные бобры вообще редкость. И в основном бобер это мясо, которое довольно легко уничтожить. То есть кто первый дотянулся до бобра, тот его и сбил. За редким исключением. Тут сразу следует вспомнить Забабабловый Бе-6. Отличный бобер, отличная летающая лодка, которая в принципе может из-за себя постоять, из-за того парня, но еще и обладает прекрасной маневренностью. Также вспоминается Юнкерс 288, который обладает шикарной скоростью. При этом он создан из какого-то инопланетного материала. И уничтожить эту машину не так уж и просто. К тому же она еще может и турелькой так огрызнуться, что мало не покажется. Короче говоря, все эти Забабабловые машины очень-очень хороши. Ну а что касается регулярных, здесь не все так замечательно. И вот ТУ-4 это, наверное, своего рода отдушина. Данная машина, не сказать, что уж очень крепкая, но по крайней мере она обладает замечательным оборонительным вооружением, благодаря которому может и выживать. Все, что от вас требуется, отличная стрельба. И тогда, тогда все будет хорошо. Все-таки 5 турелей НР-23 это серьезная защита. Две сверху, две снизу на фюзеляже, ну и одна хвостовая. При этом надо отметить, что секундный залп действительно очень-очень крут. И если кто-то попал под эту струю, то ему не сдобровать. Ну, по крайней мере, я летал на лентах ОЗТ, и там все было хорошо. Чаще всего нас атакуют по пологим траекториям, которые прекрасно считаются, и здесь вести огонь не составляет никакого труда. Но вот если нас атакуют отвесно сверху, еще немного доворачивают, бывает сложно уследить за целью и выбрать правильное упреждение. Но, к счастью, таких истребителей немного, процентов, наверное, 10, где-то около того. Ну, а остальные пытаются по-простому, ну и, понятное дело, по-простому уходят в ангар. Но Ту-4 это не только ганшип и летающая крепость, это еще и бомбардировщик. И в топе там действительно впечатляющая бомбовая нагрузка. 8 тысяч килограммовых бомб, 8 полторашек, ну и, как кульминация, 4 ФАП-3000. Ну и, конечно же, всех интересует вопрос, а как машина фармит и вообще как она ведет себя в боях. Но, вы знаете, я не могу заявить, что машина несбиваема. Нет, ее сносят довольно легко и, в общем-то, порой одна небольшая очередь ставит крест на всем. Сносят руль высоты и до свидания. Но, либо умело отпиливают крыло и без него тоже особо далеко не улетишь. Да, это неприятно, но, тем не менее, я не могу сказать, что в каждом бою со мной такое приключалось. В общем-то, если я нормально реагировал, успевал сбивать подходящие самолеты противника, то летел. Даже иногда с повреждениями, худо-бедно, но летел и успевал даже отбомбиться, иногда даже вернуться на аэродром. В целом, можно с уверенностью заявить, что Ту-4 не страдает сейчас. Более того, на Ту-4 можно фармить. И я бы не сказал, что это прям какие-то гигантские заработки, но, тем не менее, серебро прибавляется. Если ты зашел в бой, сбил хотя бы один самолет противника, отработал по базе, то ты уже будешь в небольшом плюсе. Ну, а если два самолета, еще и по аэродрому откидался. В принципе, бобры на этих БР-ах такое достаточно частое явление, и вы все вместе успеваете поработать и по базам, и по аэродрому. В общем, там заработок очень-очень неплохой, и вы уже могли видеть. В конце вы еще сможете увидеть, сколько я получу за этот бой. И я бы сказал, что, ну, вот оно в среднем так и получается, что каждый второй бой ты привозишь вот примерно эту сумму. При этом выживаемость у меня была достаточно хорошая, сбивали меня редко где-то один раз на три, а то и на четыре вылета. В общем, можно летать. При этом я замечу, что если с серебром тут еще можно как-то поспорить, много, мало, достаточно, недостаточно, то вот с опытом полный порядок. Как вы видите, ранние реактивы прокачиваются мгновенно. Поэтому, если ты хочешь прокачать китайскую ветку или советскую, обрати внимание на ту четыре. Ну, вот мы и выяснили, как поживает этот стратег в нашей замечательной игре. Надеюсь, обзор вам понравился. Всем чистого неба и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»